Сегодня мы сделаем бабушкину прическу из 60-х годов. Тогда были модные навалики, бантики. Вот мы сделаем навалики прическу и украсим ее бантиком. Для этого мы отделяем горизонтальным прибором височные зоны и теменную. Это нам понадобится для бантика. Закрепим эту часть, пусть она пока у нас отдыхает. Оставшиеся волосы мы завязываем хвост. Хвост делаем примерно на макушке. Сверху одеваем валик. И валик прикалываем к голове при помощи шпилек. Валик по всему периметру заканываем, чтобы он прочно сидел. Шпильки можно прямо так, с перекрутом, чтобы прочнее было. Теперь вот этими прядями мы закрываем валик. Закрываем валик по всей его территории. Прядки должны быть расчесаны. Можно их воском промазать, чтобы не торчали волосинки отдельно. И вот здесь вот по краю укладываем. Укладываем мы их закрепляем. Здесь вот немножечко. Растягиваем. Причем, смотрите, чтобы натяжка была одинаковой с обоих сторон пряди. Чтоб ничего нигде не торчало. Следующую прядь. Вот эту часть прически мы сделали. Теперь мы занимаемся бантом. Бант делаем из волос, которые мы оставили на челке. Хорошенько волосы вычесываем. Вот сюда вот подчесываем их к нашему валику. Здесь можно пригладить воском, чтобы волосинки не торчали. Вот таким вот образом, чтобы было ровненько. И примерно вот на этом расстоянии, вот здесь вот сбоку, делаем хвостик. Ну, здесь можно силиконовыми резиночками воспользоваться. Двумя. Волосы у моей клиентки очень густые. Поэтому лучше двумя, чтобы резиночки не порвались. Вот так вот. Чуть все поправили. Подтянули. Вот такой вот хвост. Хвост нужно пришпилить буквально вот к этому месту, невидимочкой. Вот мы его закрепили. Очень хорошо. Вычесываем. И делим его на три неравные части. Вот одну часть мы пока уберем. И займемся вот этими двумя. Значит, этот хвостик мы делим на две половинки. У нас получится две вот такие пряди. Вот теперь смотрите. Эту прядь нужно начесать с изнаночной стороны. Вот эта сторона у нас будет изнаночной. Начесать немножко, чтобы связать волосы между собой, чтобы они не рассыпались. Вот немножечко мы начесали. Теперь вычесываем, чтобы здесь не видно было начеса. Вот так вот его. Можно пригладить воском или лаком единичкой. И теперь делаем бантик. Бантик должен не лежать, а стоять. Вот таким вот образом. Конец мы закручиваем. И прикалываем его шпилькой. Прикалываем его прямо к нашему валику. Не бойтесь. Здесь вот тоже. Можно прямо маленькие взять. Такие вот шпилечки. Вот это вот все, что нам не нравится, спрячем. Вот таким вот образом. Так, с этой части мы тоже делаем петельку бантика. Вот таким вот образом. Конец хвостика подворачиваем. Так, петельки бантика у вас должны быть одинаковой длины. И прикалываем. Вот таким вот образом. Получилась у нас часть бантика. И теперь вот эту оставшуюся часть. Ее вычесываем. И закрываем вот здесь вот невидимочкой. Невидимочку можно взять коротенькую. Вот так вот. Раз с этой стороны. И с этой стороны тоже. Вот, чтобы пряди не торчали. Отчесываем. Подтягиваем, чтобы невидимочки не видно. И закручиваем. Вот перемычка такая. На бантике. Собственно, узел, который держит бант. Скрутили, запихали. И закалываем. Вот так вот, подтянули. Вот эту вот дырочку. Подкололи. Вот тут тоже. Немножечко. И притягиваем перимочку нашу. И закалываем внутрь. Закрепляем узелочек. И так вот. Вот здесь еще можно немножечко прятать внутрь. Вот так вот. Теперь можно украсить шпильками с украшениями. Впереди предполагается Новый год. Поэтому вот так вот. Делать такие украшения можно. Вот такая у нас получилась прическа ретро на валике. Вот так вот. И так вот. И вот. Продолжение следует...